Солигорский горорайдел по чрезвычайным ситуациям сегодня один из лучших в области. Это слаженная команда профессионалов, четко выполняющая задачи, стоящие перед ними. Сергей Николаевич отдал службе в МЧС уже более 20 лет. Сначала после окончания Солигорского горно-химического, тогда еще техникума, три года проработал по распределению в Жодино. Затем вернулся в родной город. Началась здесь трудовая деятельность с должности инженера инспекции Государственного пожарного надзора. Сегодня Сергей Тревога – первый заместитель начальника Солигорского ГРОЧС. В его обязанности входит многое, но главной задачей была и остается предупреждение гибели людей в любых чрезвычайных ситуациях. Благодаря широкой профилактической работе за пять лет в Солигорске удалось в разы снизить гибель людей на пожарах с 20 человек в 2010 году до 4 в 2015. Работа все время была связана с предупреждением пожаров. Два года назад я стал первым заместителем начальника. Что это значит? Помимо того, что я занимался государственным пожарным надзором, я начал заниматься и государственной системой предупреждения чрезвычайных ситуаций. То есть спектр моей деятельности очень сильно расширился. Это и вопросы гражданской обороны, это и защита населения и территории от последствий природного, техногенного характера. То есть все то, что мы сейчас ощущаем и видим в Республике Беларусь, в Солигорском районе то же самое, это все я курирую в данном направлении. На встрече с представителем МЧС мы не могли не затронуть и тему, волнующую сегодня многих. Погодные катаклизмы, испытывающие на прочность Беларусь. Солигорские спасатели оказывали помощь другим районам, пострадавшим от стихии. Что касается нашего региона, то в принципе нам повезло, скажем так. Врагам прошелся, ну вот дважды, значит, первый, скажем, в кавычках отметился он в деревне Завшицы, значит, это хозяйство большевика Агро. Основной ущерб это был нанесен кровлям сельскохозяйственных зданий. И вот буквально два дня назад то же самое, значит, у нас поступили сообщения о том, что в Гаврильщицах, значит, в Величковичах, это здание сельского дома культуры, тоже кровельное покрытие, значит, было повреждено. В Гаврильщицах были, значит, повреждены тоже кровля на мощно-товарных фермах. В этом году на районную доску почета занесено 36 жителей Солигорска, люди самых разнообразных профессий. Сергей Николаевич удостоен быть занесенным на доску почета в номинации «Лучший работник социальной сферы». Для меня это было неожиданностью. В принципе, те люди, которые, значит, размещены, которые получили благодарность из полкома, это люди, я вот с ними пообщался, посмотрел, многих я как бы знаю, там и терапевты есть, и водители, все. Это люди, которые просто делают свою работу. Ничего тут такого сверхъестественного нет. Значит, да, где-то проявляют инициативу, но эта инициатива, она здоровая. То есть, как бы, в любом случае, человек, который трудится, который работает, который ценит и уважает свой труд, как бы, ну, заслуживает. То есть, как бы, каждый год эта доска меняется. И это хорошо, что она меняется, потому что таких людей, в принципе, большинство общаются с людьми, значит, какие-то вот видишь, когда у человека в глазах какой-то, а человек уже проработал на этом месте 20-30 лет, да, такой вот огонек, огонек. И видишь, что человек живой, как бы, да, и видишь, что ему это не надоело, и он идет с чувством, даже если работа сложная, как, допустим, у нас, да, но эта работа, она приносит определенные плоды. И когда ты видишь результат, значит, этой работы, ну, если честно, это вот нормальное человеческое счастье. Занесение на доску почета – это доверие профессионализму сотрудника, но это и серьезная ответственность – оправдать оказанное доверие.